В школу по правилам. Во вторник госавтоинспекторы проверяли, соблюдают ли ивановские водители правила перевозки детей. Экипажи ДПС расположились на улице Воронина областного центра, неподалеку от лицея номер 6. Доброе утро, инспектор ДПС, там полицаев. Документы для правительства, будьте добры. Это хорошо, что у вас ребенок пристегнут. Большинство водителей правила перевозки стараются соблюдать все-таки на кону жизни, здоровья и любимого ребенка. К тому же штраф за нарушение 3000 рублей, немаленький. В пользу дисциплинированности родителей говорит и статистика. За 9 месяцев этого года в городе Иваново не было зафиксировано ни одного дорожно-транспортного происшествия, где ребенок бы не был пристегнут ремнем безопасности или находился вне детского удерживающего устройства. Но, тем не менее, данный вид нарушений профилактировать необходимо, и мы выезжаем в такие рейды, чтобы, не дай бог, не случилась беда с ребенком на дороге. Но у любого правила есть свои исключения. С одним из них инспекторы столкнулись в ходе рейда. Мужчина вез дочь в школу на переднем сидении без удерживающего устройства. Позже выяснилось, что это не единственное правило дорожного движения, которым он пренебрег. Водитель не имеет водительского удостоверения и не имел его ранее. Сейчас он обучается в автошколе, хочет сдавать на экзамены, но, тем не менее, позволяет себе садиться за руль и возит своего ребенка в школу. Ездить на свой страх и риск без водительского удостоверения – это серьезный проступок. А подвергать опасности ребенка и вовсе не простительный. Мужчина объяснил свое поведение так. Что, жизнь заставляет? Ребенок. 6 лет первый раз. Теперь ездоку без прав грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. И отдельно штраф за кресло. Автомобиль родителя-нарушителя отправится на штрафстоянку. Забрать его сможет только человек, у которого водительское удостоверение есть.